Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программы «Интервью с чемпионом». И сегодня у нас в костях главный тренер сборной «Ингушетия» по футболу Джамал Урусханов, представитель футбольной лиги «Аматео» по Северному Кавказу Семерлан Амаров и наш вратарь сборной «Ингушетия» по футболу Имран Альтимиров. Ассаламу алейкум. Алейксалам. Джамал, совсем недавно вы приняли участие в Кубке России по футболу. Расскажи, как все прошло, как выступил наша команда футбольный клуб «Хамхи»? Да, мы сборная «Ингушетия» уже привыкли к «Хамхи». Да, нас пригласили на Кубок России, да, это благодаря «Тамерлану» мы туда попали. Из Северного Кавказа только наша команда была там. Там Чуващий, Монтогорск, Ростов, Липецк, Нижний Новгород, Одинцово, Иваново, сборная Москвы «Аматео». Очень много, 18 команд было, в общем. Попали первый раз туда, как говорится, и лицом грязи, я думаю, не упали. В пятерку вошли мы среди 18 команд и отобрались на чемпионат России. Наша команда там стала открытием турнира. У нас сегодня, конечно, нет с нами его. Лучший защитник Кубка России Яков Солтыгов стал, да. В общем, да, у нас была группа, группа у нас была, в группе мы заняли первое место. Победили «Мегастрой» Чувач, победили 5-2, потом «Байкал» обыграли 3-1. Вышли одна четвертая финала, там сборная «Аматео» Москвы нам попалась. Третью игру, знаете, в течение пяти часов играть три игры, это очень-очень сложно. И все-таки наши ребята постарались, да, там коментаты, как говорил, это очень сложно, он говорит, потом практически невозможно. Три игры мы сыграли, да, и коментаты, когда комментировал, он говорит, идеально в физической форме. Но мы-то понимаем, там физическая форма после Рамадана еще набирать надо было. Просто, какие-то иногда, ягать они, бегали, да. Мы играли первым номером, как будто мы всю жизнь играли в этом Кубке России. С каждой командой играли первым номером, да, и результат был хороший. Мы проделали, я считаю, это хороший, достойный результат от Северного Кавказа, если наша сборная поехала, и весь Северный Кавказ за нас болел. Когда шли прямые эфиры, да, Дагестан, Чечня, Ингушетия точно все смотрели. Всем интересно было, что произойдет, как произойдет. Имран, у нас и Тазов был, у меня основной вратарь, да, первый номер. У него флюз, не флюз, что-то случилось, и мне пришлось в спешном порядке привлекать Имрана. С Имраном я работал еще с 2016 года, знаю его хорошо. Поэтому повез его туда, как там его прозвали, Буфонище, да. Имран тоже свою лепту нес. Просто после матча в фенальте, мы же не проиграли, 2 победы и одна ничья, наверное, да. Просто после матча в фенальте там, наверное, уже, ну как Севышний, нам, как говорится, Севышний уже расположил, какие места мы займем, и что. Просто игровую, вот в этой игре, именно одна четвертая финала, у нас минимум 15 моментов было, и 5 точно голливуд 100%. Соперник, да, это сборная МТВ Москвы, это серьезный соперник, там играл Никита Глушков, да, это профессиональный игрок, даже играл там с Урала, с ФК «Урал». Мы, вот именно этот Глушков, ему дали там нанести пару-трех ударов, да, створ там больше тебе не попали, там, да? Один раз створ. Один раз створ. «Самоидали». А мы проделали хорошую работу, самое интересное, мы влюбили в себя всю публику, да, там, это была Тверская область, ну, отвери 30 километров там, поселок Реткино, ну, это пансионат. А в целом сколько там команд было? В Верхневолжске было, 18 команд. 18. 18 команд из всей России, да. Мы влюбили в себя всю публику, эти же комментаторы, нам звонят и говорят, вы что там, комментаторами заплатили, что ли? Нет, абсолютно. Просто они видели, как мы настроены, как мы играем вокруг, что за кулисами происходит, да, там, мы как могли, Тамерлан, меня успокаивал, не кричи, не ори. Самое интересное, все было в спешке, смотрю, все было в спешке. За две недели до начала кубка мы только узнали, что мы попадем в него. Потом уже так получилось, что никак не получалось с составом, и мы отказались от этого. И все-таки за день, до этого, ночью мне Тамерлан позвонил и говорит, давай пятницу вылетим, наш пятницу, пятничную игру перенесем на субботу. Поэтому, поэтому, у нас пришлось три игры за пять часов. Мы вылетели поздно, мы поздно вечером отсюда только выехали, на микроавтобусе до Нальчика, с Нальчика до Москвы, с Москвы до Твери, в пятницу вечером уже. И понедельник утром мы уже дома были. Мы выехали в воскресенье, опять же, да, до Москвы, с Москвы до Нового. За несколько дней буквально, да? Два дня, и вот этот весь шум наделали, и два дня мы дома были. Понедельник утром мы дома были. Клянусь, мы в пятницу после шести выехали, и понедельник, тот, кому надо было на работу, тот успел, одним словом. И вот этот, за этот промежуток мы, я думаю, когда мы пришли на вручение, коментации, как только сборная игры шести покинула, мне уже дальше неинтересно было. Вот настолько, когда пробивались пенальти, я не знаю, метод 20-30, вот так вот все стояли, игроки, вот это с поселка, да, эти люди, люди, они все болели за сборную игрушечку. Им казалось, какая-то сборная Аргентина приехала. Реально, говорю, с нами такой кучерявый был, как будто они фоткали с ним автографы. Реально, они казались. Все они, да? Да, как будто казалось, как будто мы приехали откуда-то, вот, да. И вначале, может, им казалось, как-то, что это за сборная игрушечка, или когда пару матчей прошло уже, мы своими действиями, как на поле, так и за пределами поля, мы менталитет показали, менталитет показали, этикет показали, показали свою стойкость. Вот они все это видели, и поэтому они начали симпатизировать нам. Там не то, что перелет, там еще проживание, питание, да, там вот это вот все, в общем, это немало денег сегодня, да, там немало удовольствия. Я, я сначала принял предложение, а потом уже начал думать, как поехать. Вот, если бы я начал сначала думать, как мне поехать, я тоже не поехал бы. Это у меня, как обычно, я сначала принимаю, а потом уже, загоняю себя в угол, а, загоняю себя в угол, это специально я загоняю, чтобы выбраться, мне было легче. Поэтому, такая философия у меня. То есть пропускаешь сначала, потом забиваешь, чтобы выиграть матч? Да, пропускаешь один, потом два забиваем, да. Главное, на победу ставлю, а так... Тактика такая. Ты же знаешь, как здесь происходит, как я здесь, да, в большом футболе, как я мог старался, да, мы в шеченском чемпионате участвовали, да, бронзовый футбол, чужой чемпионат, также в чужом кубке мы участвовали, в Кабадин Балкарии, да, в Кубковой Федерации Кабадин Балкарии, там полуфиналисты стали. Во всяком случае, немаловажный результат. Обыграть Ахмад в Грозном и стать бронзовым призером, я считаю, это... И начиная от Алхан Юртом, кончая Хуась Юртом, мы беспроигрышно шли, просто единственное, в Тенеку мы проиграли в полуфинале, единственное поражение. Я думаю, мы достойно выступили там. В Щелковском районе, да, 8 на 8, в том же 8 на 8, мы поставили рекорд, да, 7 игр, 7 побед. То есть вам без разницы, где играете? Да, вообще, разницы нету. Где бы мне... Вот моим игрокам во всяком случае нет разницы, что ты в Кабарде, что ты в Москве или в Твери. Хоть в Бразилии, да? Хоть в Бразилии. Потому что ор, крик – это мой за пределами поля. И уже ребята чувствуют себя, как дома. Просто мы привыкли играть первым номером, если мы по-другому не имеем, да. У кого-то тактика бывает, осиживаться, еще что-то. У нас нет такого, до конца бегать... Атакующий футбол. Атакующий футбол, однозначно, да. И полная гегемония на каждом участке поля. Можно сказать, тотальный футбол. Тотальный футбол. Еще, может, это как-то 80-е годы звучало, да, тотальный футбол, когда Голландия была такая мощная. Вот это мы практикуем сейчас, да. И вот мы за счет того, что отобрались пятерку, да, мы сейчас попали на Россию. Чемпионат России 11 августа. Это уже по-серьезному выигрываешь или едешь на мир. Это, можно сказать, уровень еще выше. Первый раз попал на кубок, теперь уже чемпионат. Я думаю, тот же состав сохранил я. И подготовка к этому чемпионату России будет у нас... Мы заявлены суперлигой. Вот Тамерлан запустил в Чечне суперлигу, там играют одни чемпионы. Десять команд будет играть. Вот там, я думаю, самая лучшая практика для нас подготовка к чемпионату России, это лучшее. Среди лучших, когда ты играешь, вот там мы уже будем чувствовать, мы уже будем знать, как там играть чемпионат России и против какой команды. Я надеюсь, мы поедем, достойно выступим, достойно приедем, как и на этот раз. Как уже Джамал говорил, Эмиран, вот расскажи, насколько сложно было после месяца Рамадан настроить на Кубок России, насколько сложно было играть вот в такой форме? Ну, как бы, было сложно, конечно, после месяца Рамадана на любом случае. В общем, волнения вообще у вас не было? Не, волнения, конечно, не было. Как бы, как-то постоянно играли раньше, из-за этого волнения не были, сыграли как бы... Ну, вот Джамал сказал, что основной наш уратарер, он получил травму, вот как ты его заменял, как ты себя настраивала на эти матчи? Ну, это Кубок России в любом случае, как бы, там, ну, сам уже настраиваешься, в любом случае. Психологически... Дебют на таком уровне, да, высоком уровне, получается? Да, немного мандражировал в начале, ну, как только... Мяч, свисток посвистнули, мандраж прошел, все прошло. И в обычном ритме, да? Да, в обычном ритме как бы сыграл. Когда он выносил мячи, я смотрел, там, комментатор кричал, это, буфониши, говорит. Имранище, да? Имранище, это был буфониши целый, говорит. Это, он нарушает все законы физики, да, там, с такой паутиной вынес мяч. Джамал, вот вы еще говорили, что в Ингушетии начали развивать лигу, да, МТ, вот, вот, Тимирлан, скажи, что это за лига, сколько там команд в этой лиге? Если говорить общим про Аматео-лигу, Аматео-лига как произошла вообще? Аматео-лига изначально, и это в конце 90-х, начало 90-х, когда итальянцы все были в Москве и по России, они создали эту лигу, Аматео-лига. Они как уехали, оставили это название и подхватили, наши уже ребята, подхватили, создали свою лигу. Аматео-лига это означает в переводе любительской. И сейчас, получается, Москва запустила, я как живу в Москве, мне интересно было развить на Кавказе. Вот, я заключил договор с Москвой и захотелось тоже у себя, среди своих и братских народов, как Ингушетия, мы, в принципе, одни, нет такого. сейчас, получается, у нас, в Чеченской республике, 54 команд, в общем, 4 лиги, и получается, вот, Джамали, сейчас собирает, и оборот набирает, тоже 10 команд у нас. В общем, вот, ну, получается, 64 команд. А так, если в целом, на Кавказе собрать, собрать команд, около 200 будет. Если говорить про концепцию этой лиги, вот, сколько вообще человек в команде, там, как проходят игры? Ну, человек, сам формат 8 на 8, ну, получается, от 8 человек и до 25 человек в одной команде. Бывают команды со спонсорами, которые логотипом, там, на футболку представляют свою команду, тоже интересная тема. Может, рекламу свою, какой-то, крупный, там, я не знаю, предприятель, что-то там, какой-то бизнес, чтобы свою рекламу выставить на футболке. так-то, 20-25 человек. Формат, это, как бы, чемпионат или кубок? Это, это, домашний ответ. Это чемпионат, это чемпионат, обычный чемпионат профессионального футбола, аналог. То же самое, аналог, только любительский формат, 8 на 8. Он очень сильно развивается сейчас, я думаю, в будущем, лет через 10, я думаю, даже через 3 года, РФС официально утвердит, и будет с разрядами все, если чемпион России стал, ты будешь мастером спорта, и так далее. Сейчас проводится и чемпионат Европы, чемпионат мира. Если ты выигрываешь чемпионат мира, ты автоматом становишься мастер спорта по 8 на 8, формат по футболу. Так что, я думаю, в будущем, 8 на 8, будут уже конкурировать с большим футболом. То есть, если ты выиграл внутри определенной республики, то есть, домашний чемпионат, то ты можешь участвовать в других, да? Да. Если ты у себя внутри выигрываешь, у нас разыгрывается Лига чемпионов. Лига чемпионов, да, чтобы попасть на Россию. Кто выигрывает Лигу чемпионов, он попадает на Россию. Вот Ингушетия, как получилось? Ингушетия только в связи с пандемией, там, с проблемами со всеми, поэтому у нас получилось с опозданием Ингушетию развивать. Джамаль сейчас хорошо работает и стремится собрать намного больше команд, пока на данный момент 10 команд. Ну, как будет, у него тоже там 50 команд, он будет уже внутри Ингушетии все это разыгрывать Лигу чемпионов. Я думаю, это в скором времени будет все. Как в Чечне. мы уже пятый сезон это все делаем, он Джамаль только начал. Вот поэтому он, как новичок этой Лиги, я захотел пригласить на чемпионат, точнее, Кубок России. Достаточно меня удивил, на самом деле. Оправдал, да? Да, оправдал полностью ожидания и все то, что в Москве мои коллеги и рабочие все мне, все говорят, что Ингушетия удивила на самом деле всех. И я думаю, вот с этим связано, что пригласили Ингушетию на чемпионат России, так вообще они не участвуют. Новичок, новичка обычно не приглашает. Вот Джамале удалось это сделать. Да, просто так попасть на чемпионат России это невозможно. Тебе надо заявить о себе, надо что-то взять, то ли лига чемпионов, то ли еще что-то тебе надо сделать. просто просто Тамерлан дал шанс, мы использовали его шанс, вместе поехали, вместе использовали. И теперь смело можете участвовать. Теперь мы смело можем вместе поехать на чемпионат России. Это довольно-таки очень сильное, это мы будем очень сильно развивать его, как сказал Тамерлан, да, пока 10 команд у нас есть. Поэтому мы работаем пока совместно. Как только лиги то же самое, как и там в Чечне лиги пойдут, испанская лига, итальянская лига, мы можем внутри республики развивать и уже внутри республики можем развивать тоже лиги чемпионов, тоже попадать на чемпионат мира и так далее. Пока на данном месте мы совместно работаем в Чеченской республике, да, вот эти четыре лиги там и одна пятая здесь. и мы пока совместно будем это делать. И я думаю в ближайшем будущем уже мы отдельно здесь, как Аматео, Лига 06, уже будем развивать свой футбол, да. Вот этот футбол Аматео, да, 8 на 8, уже убил большой футбол. Уже убил. Там уже меньше трех лет, я думаю, все переходят на, потому что 90 минут бегать на большом футболе, примерно у нас в Ингушетии, да, ну куда ты попадешь? Здесь хотя бы на Кубок России можешь попасть, на Чемпионат России, в Лиге чемпионов, все открыто для тебя. Сколько там играть? Сколько минут играть? Здесь по 25 минут тайма. Поэтому пытаемся сейчас путем Аматео Лиги опять зажечь огонь для ребят. Чансов больше, да, у этой лиги? Конечно, конечно. Я скажу больше, кто с нами был, они полностью затугли, им уже не интересен был футбол, потому что они не получают удовольствия, они не получают финансовую прибыль и так далее. Но как только вот они сейчас поехали, да, мы сейчас так сделали этот результат, у них загорелся огонь, они опять зажили этим футболом, сейчас они будут жить этим футболом, они сейчас во всю стараются, во всю тренируются, как могут, сейчас уже им интересно стало. на самом деле, даже для меня, да, уже потихоньку начинал этот футбол тугнуть, потому что мне уже надоело, у нас нет конкретного спонсора, конкретного что-то, приходится сучаться, биться, опросить, убивать, и таким образом мы только ездим. Но самое главное, когда ты едешь, ты делаешь результат. Здесь я скажу больше, здесь, Ингушетия, для того, чтобы в тебя вложились, нужно сначала результат делать, обычно вкладывается, потом результат, а здесь надо, чтобы ты результат показал, а потом в тебя вкладывается. Я думаю, сейчас на чемпионат России даже чисто две рекламы будут вкладываться, я так думаю, потому что уже мы наделали шороху. Это хорошо. Самое главное. Это хорошо. Ну, например, 20 лет назад, да, такого не было. Хотелось бы поблагодарить, да, министра экологии и природных ресурсов Магомеда Егоева. Именно, именно вот за счет него, скорее всего, мы поехали туда. Если бы Магомед там не оплатил нам дорогу, вот, перелет и остальное, нам было бы очень сложно это сделать. Магомед сам любитель футбола, я его давно знаю уже, достойный сын английского народа. Он развивает спорт, чтобы не только нам, да, и дюдаисты, самбисты, боксеры, им дает возможность поехать, приехать. Вот за счет него мы поехали туда. Сегодня хотелось бы выразить благодарность этому человеку. и ему, и, в частности, Калиматову Гелани, который тоже посодействовал, это фонд развития республики Мушетия, да, нам выделил сества непосредственно, о Гелани я поговорил, он тоже сам был тренером по борьбе, он прекрасно меня знает, знает, какой я путь веду. Вот за счет этих людей, Хамхуева, Ахмеда, да, который, Карабулаки, вот за счет этих людей сегодня, получается, поехать, приехать, достойно выступить, достойным результатом сегодня, чтобы было. Я бы хотел их поблагодарить, и чтобы они в дальнейшем также помогали спортсменам, не только нам, и остальным спортсменам, потому что за счет них, этих спортсменов ездят, не только как мы, Тверь, да, Москва, Липецк, еще дальше, да, поэтому, за счет таких людей у нас сегодня держится и спорт, и все остальное. Огромная благодарность этим людям, и тем, кто сегодня, мы не знаем имен, я могу сегодня, да, перечислить тех людей, которые помогали в ФК Ахмхиме, да, очень много людей, есть те, которые просят не называть своих имен. Те же самые, вот эти, Игелани и Магомед, они просили не называть их, но я не могу не назвать их, потому что они реально сегодня помогли, болеют душой, да, за каждого спортсмена, не только футболиста, но и за всех остальных спортсменов. поэтому, поэтому, огромная благодарность и Ахмеду Хамхуеву, и Евлоеву Магомеду, и Керематуу Гелани, которые посодействовали в этой поездке, и, где мы усыпили, дали результат. В Грозном планируется всероссийский турнир при поддержке РФС. Российский футбольный союз будет тоже 8 на 8 формат. Все бывшие футболисты, такие как Павличенко, Сучев и так далее, такие футболисты тоже, надеюсь, будут у нас в Грозном. И я хочу еще пригласить сборную Ингушетии, чтобы участвовали, там будет и проживание, и питание, все как бы включено. Поэтому мы планируем масштабные еще турниры где-то в сентябре, в начале октября провести, а также еще будет, как Жамали повторил, в августе 11-12-го, посмотрим, как Ингушетия выступит. Если выступит достойно, уже будут сборники от Ингушетии, будут представлять сборную России. Еще дополнить тоже Жамали, как он говорил, просто дополнил. И я считаю, что, допустим, агроном не может быть президентом футбола, там какой-то республики. Я считаю, каждый человек должен быть заинтересован и любить футбол душой, а не так получить выгоду. У нас сейчас, как получается, сейчас футбол отошел от этих бумажных, сейчас везде медиа, и поэтому надо медиа развивать. А у нас, как я считаю, сейчас надо развивать футбол по-другому, что в Ингушетии, что в Чеченской республике. Если нужна будет наша помощь, мы готовы это оказать. Если медийно не развивается республика, сейчас молодежи интересны, Инстаграм, Вконтакте, и так далее. Если этого нет, молодежи играть вообще не интересно. Каждый хочет выставить красивую фотку, или видео, как забивается гол красивый. поэтому мы считаем, если хотите развивать, если вы не понимаете футбол, я надеюсь, вы понимаете, но я считаю, эконом не может заниматься футболом. Поэтому мы окажем любую поддержку, что в Ингушетии, что в Чеченской республике, и так далее. Поэтому каждый будет заниматься своим делом, и футбол будет развиваться. Жамал, это очень хорошо. Спасибо. Уважаемые зрители, я вам напомню, что это была программа «Интури с чемпионом». Оставайтесь на канале Ингушетии.